Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и в этом видео я расскажу, как получить один из самых желанных экзотиков дополнения Военный Разум, Усыпляющий Симулянт. Почему его все так упорно стараются получить? Усыпляющий Симулянт появился в Destiny 1 после выхода аддона The Taken King. Вокруг этого экзота еще тогда было много тайн. Квест на него был особой загадкой с шифрами и теориями. Не исключение и квест на эту плазменную винтовку во второй части. Итак, чтобы начать выполнение квеста, закончите сюжетную линию и пройдите две дополнительные миссии от Анны Брей, получение данных и часть прошлого. По завершению этих миссий получите в качестве награды револьвер и келл, и вернитесь к Анне. Анна отдаст вам два ресурса, Кровавые Данные и Новый Рассвет 1.5. В описании первого будет указано задание, убивать существ Улья и Кабал на Марсе выстрелами в голову. При этом у вас обязательно должен быть экипирован только что полученный револьвер и келл. Я лично делал это в затерянных секторах. В одном полно Кабалов, а в другом полно Хайвов. Их расположение вы видите сейчас на карте. После того, как вы настреляете противников, ресурс обновится и потребует убить 50 сильных противников. Сильные противники это те, у которых полоска здоровья желтого цвета. У вас также должен быть экипирован револьвер и келл, но обратите внимание, что убивать можно при этом из любого другого оружия. Главное, чтобы револьвер во втором слоте стоял. За одного желтого противника дают очень мало. Если вы собрались снова фармить затерянные сектора, то огорчу, за местных боссов прогресс добавляется всего по 2%. Я же очень быстро выполнил этот этап. За полтора захода героического публичного мероприятия «Ведьмин ритуал» в локации «Ледниковый на нос». По завершению этого этапа вас попросят пройти 5 героических налетов. Условие повторяется. У вас должен быть экипирован все тот же несчастный револьвер. Обратите внимание, что рекомендуемый уровень света для прохождения налетов 350. Так что лучше проходите с друзьями. Во время выполнения этого этапа есть одно серьезное «но». У некоторых стражей во время прохождения некоторые налеты просто не засчитывались. Разумеется, это баг. У игроков не засчитывались налеты с расширения «Проклятия Сириса» и «Военный разум». Посему они уверяли, что налеты с расширения не засчитываются. Развеиваю миф. Налеты с дополнений засчитываются. Одно из предположений, почему происходит этот баг, это неправильный запуск героического налета, в котором игроки не виноваты. Если вы выберете список героических налетов и подождете некоторое время в меню, вы сможете увидеть, как директор поменял выбранный список героических налетов на один конкретный. Поэтому запускайте список сразу же, как только выбрали его, до изменения. Как только разберетесь с налетами, отправляйтесь открывать 15 спящих узлов Распутина. Что для этого нужно? За выполнение различных активностей на Марсе, типа пабликов, патрулей, затерянных секторов, вам будут падать резонирующие стержни. Как только их наберется 4 штуки, их можно будет объединить и скрафтить в форсирующую частоту. В описании к ней будут указаны координаты такой шкатулки. Например, как на видео. Электростанция, проход, свод. Открываем карту, вот у нас электростанция, вот проход к ней, а тут вот у нас большое такое пространство под открытым небом. Звучит похоже на координаты. Отправляемся туда и находим эту самую шкатулку. Ясна логика? Немножко поиграть в ребусы всегда интересно, тем более они довольно простые. Единственное, если играете на русской версии игры, будьте внимательны. В ней некоторые подсказки переведены неверно. Так, например, у одной частицы указано, что соответствующий ей спящий узел находится в электростанции. В то время как в оригинальной английской версии локация значится как Drift, что в русской локализации является наносом. Итак, когда соберете 15 таких шкатулок, вам нужно будет пройти 3 уровня эскалационного протокола. Нужно суммарно пройти 3 уровня, убить 3 больших боссов после третьей волны проходимого уровня, например, Огра. Иначе говоря, вы можете пройти 3 протокола, убив по одному боссу, либо пройти 1 протокол, убив 3 боссов. Чтобы вы не запутались точно, напомню, что эскалационный протокол делится на 7 уровней, которые содержат в себе разное количество волн врага. Ну а теперь переходим к заключительной фазе. Выполняем специальную миссию с рекомендуемым уровнем силы в 360, а потом бегом к Ане забирать усыпляющий симулянт. И поверьте, потраченные часы полностью окупаются. Усыпляющий симулянт хорош в ПВП, он способен заваншотить ультующего соперника с полным количеством здоровья. А в ПВЕ по дамагу симулянт уступает уж разве что солнечному выстрелу охотника. Единственный минус симулянта – малое количество патронов, 2 в обойме и 6 в запасе. Удачный охот и стражи! Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на канал, если гайд помог вам. До связи! Субтитры подогнал «Симон»!